у нас занятия по математике и если что-то не так если что-то не работает пишите в чатике в прошлый раз изучали всякие разные последовательности изучаем их в общем виде особо не зацикливаясь на каких конкретных вещах изучали разные способы задания их способ задания этих последовательностей и посмотрели так разные способы задания этих последовательностей и посмотреть какие-то их свойства например там возрастающие убывающие или не то и не другое последовательности пришли к выводу что в принципе с ними можно взаимодействовать как с функциями как с функциями давайте посмотрим что еще здесь можно сказать интересного собственно мы остановились в том числе на рекуррентном способе задания последовательностей это когда мы определяем а n через предыдущие например вот так чтобы такую последовательность получить надо задать первые два элемента а 1 и а 2 и остальные вычислиться по ним окей есть есть специальные последовательности которые свойства которых изучаются которые находят применение в жизни и так далее давайте посмотрим на одну из таких одна из таких это числа фибоначчи собственно она задается рекуррентно она задается очень просто n элемент эта сумма предыдущего и предыдущего за ним вот такая вот у них форму при этом стартует числа фибоначчи с двух единиц то есть а первое равно а второму рома второму равно единице вот ну собственно как они выглядят 11 сумма их это двойка 2 плюс 1 это тройка следующий идет пятерка 8 13 и так далее в целом их не трудно посчитать это последовательность бесконечная бесконечная но тем не менее тем не менее это последовательность имеет в целом отражение в реальной жизни так сказать если поставить мысленный эксперимент взять пару кроликов и каждый месяц начиная со второго они будут приносить потомство при этом кролики все живут 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 начиная со второго месяца вот каждый новый приносит потомство окей тогда а n а n это будет число кроликов в n месяц вот в этом можно собственно тоже убедиться вполне есть такой факт есть еще одно забавное свойство у этой последовательности в последовательности часто смотрят вообще последовательности как таковых на такую характеристику отношения n плюс первого члена на n ну то есть некоторого на предыдущий некоторого к предыдущему и вот оказывается ну да если мы будем увеличивать увеличивать большие будем подставлять то это будет характеризовать нам скорость возрастания или убывания ну или принципе поведения этой последовательности на больших индексах так вот так вот в случае с числами фибоначчи при больших н вот это пишут вот так она стремится к бесконечности тогда вот это отношение для очень больших будет очень близко к вот такому фи которая выражается числами корень из пяти плюс 1 на пополам пополам это примерно 1618 и так далее возможно вы знаете как такая штука называется это золотое сечение такое число его собственно и называют золотым сечением возникает правда вопрос собственно а почему как 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 так получилось но это же число просто это отношение двух вот в данном случае элементов последовательных на больших индексах последовательность фибоначчи чисел откуда сечение ну вот оказывается у этого числа иррационального исторические исторические у него такие корни она много где встречалась она много где используется внезапно если мы возьмем отрезок отце и ткнем на нем точку бы то если у нас будет выполнена следующее требование а.б.к.б.c. относится также как б.к.к. а.ц. то есть то есть отрезки на которые поделилась наши на который поделился наш отрезок относится друг другу также как больше из этих отрезков относится к целому отрезку если это если 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 я скажу если при этом выполнена соотношение выполнена то что вот это соотношение равно 1 на хи то есть 2 на корень из 5 плюс 1 то тогда отрезок разделен по золотому сечению это применяется в том числе в архитектуре то есть улице у которых ширина и высота зданий по сторонам улице соотносится соответствующим образом их как бы это считается эталоном в некотором роде если мне не изменяет то вот городе санкт-петербурге улица зодчего россия организована примерно по такому принципу то есть это считает считается что в таком случае в таком случае такую пропорцию приятно наблюдать она кажется гармоничной вот в этом какая-то магия восприятия кроется явно но вот как-то дальше пояснить за эту магию это уже пожалуй не ко мне а к тем кто профессионально занимается такими вещами хорошо числами кибоначчи я думаю все более менее понятно а мы можем двигаться к следующему к следующей такой небольшой подтеме ну как небольшой собственно сегодня предлагается посмотреть на арифметическую и геометрическую прогрессию давайте зафиксируем итак что такое арифметическая прогрессия принципе по определению как мы можем с ней столкнуться с ним можем столкнуться если у нас какой-то величине постоянно что-нибудь прибавляется в одной и той же в одном и том же количестве например это так называемые простые проценты когда вы вложили некоторую сумму банк и каждый месяц или полгода или год ну пусть будет год вам начисляются проценты и начисляются только на сумму первоначального вклада то есть вложили десять тысяч чего-то под десять процентов под десять процентов значит в следующий раз у нас после первого добавления у вас будет одиннадцать тысяч после второго у вас будет двенадцать тысяч и так далее то есть без разницы что у вас на вкладе лежит уже больше чем десять но по правилам неким начисляется на исходную только сумму хорошо вот это называется простые проценты как видите каждый год здесь добавляется фиксированная сумма давайте это запишем формульно пусть будет некоторое а первое с которого все начинается следующее за ним а второе давайте это тоже столбик напишем а первое а второе это а первое плюс дельта мы сделали некоторую добавку следующий элемент а второе плюс дельта добавка к предыдущему точно такая же причем хочу заметить вот эта дельта она везде одинаково и так далее то есть на энном шаге если мы это обобщим то мы получим что-то вроде ан минус первое плюс дельта берем предыдущие добавляем дельту говорим что это ан вот собственно вот такого рода последовательности они ну в общем вы с ними будете достаточно много сталкиваться про них желательно все-таки некоторые вещи знать давайте давайте будем посмотреть как это все работает например можно вывести характеристическое свойство арифметической арифметической прогрессии например так сейчас сообразим смотрите можно сделать вот так посмотрим на ан минус второе рассмотрим ан минус первое ан и ан вот самое большое из них ну так на самом деле знак дельты знак дельты он может быть разным фишка в чем если дельта больше нуля то наша последовательность она же прогрессия она возрастающая ну и как видите она будет возрастать до бесконечности вот сколько у нас сколько у нас элементов этих есть столько она и будет возрастать с ростом n если дельта отрицательна то мы каждый раз что-то вычитаем из числа она убывающая возможно тут другой вариант мы не будем пока конкретизировать да и в принципе не так важно конкретизировать какой из них реализуется конкретная задача хорошо ну вот мы уже знаем что ан выражается через предыдущий элемент ан минус первое плюс дельта если мы сюда подставим если мы для ан минус первого тоже применим эту формулу то получим ан минус второе плюс дельта плюс дельта ну или если по-русски это написать плюс два дельта да применили что ан минус первое связано с предыдущим плюс дельта если мы теперь сложим вот эти две вещи сейчас сейчас соображу то есть рассмотрим ан и ан минус второе не вот эти две вещи я здесь ошибся вот просто сложим ан и ан минус второе для ан минус второе для ан минус второе для ан просто используем вот эту формулу подставим получим 2 ан минус второе плюс 2 дельта ну двойку можно вынести в скобках у нас в результате нарисовалось вот что ну давайте это реализуем зафиксируем 2 ан минус первых у нас получилось и того и того мы получаем что мы получаем что ан плюс ан минус второе дают удвоенное ан минус первое то есть берем три элемента подряд складываем первый и последний первый и третий соответственно получаем удвоенный второй вот это можно зафиксировать уже в таком виде хорошо но еще лучше если сделаю вот так ан минус первое а ан минус первое равно полусумме ан-ного и ан минус второго то есть любой элемент это среднее арифметическое того что больше и того что меньше после него стоящего и до него стоящего то вот это уже можно назвать характеристическим свойством арифметической прогрессии при этом n любое ну справедливости ради это верно начиная с n равен трех потому что если n ну или даже ну вообще смотря откуда мы нумеруем в принципе элемент с индексом 0 тоже может у нас быть то есть вот это вот вот это условие n больше либо равно 2 стоит воспринимать не стоит воспринимать его как железную истину просто надо учитывать что здесь в формуле используется n минус второе элемент если вы поставите такой n что он выйдет за границы вашей последовательности то есть если у вас она определена с единицы а вы туда подставите двойку и получите а нулевое ну а нулевого у вас нет эта формула не будет работать в этом случае и в этом случае нам действительно нужно нам действительно нужно это учитывать вот такие мелочи рекомендую обратить на них немножко внимание окей окей фактически все более менее понятно это зафиксируем а я сдвину на 1 и сказал что нам для а n надо взять а n минус первое и а n плюс первое в таком виде это немножечко яснее на мой взгляд вот среднее арифметическое собственно отсюда у нас и прогрессия арифметическая давайте теперь посмотрим давайте теперь посмотрим на геометрическую прогрессию геометрическую геометрическую в этом случае аналогии будет служить другая схема вот возьмем тот же банк в принципе операции с числами это очень удобно на примере банковских видео смотреть пусть нам будут начислять в наш процент не на не на исходную сумму она то что у нас на данный момент лежит 10000 10 процентов все также после первого года добавится 10 процентов добавится 1000 встает 11000 после второго года добавится 1100 у нас будет 12100 далее добавится уже 1210 то есть видите начисляется на вот эту сумму которая лежит сейчас добавится 1210 сколько это будет 1000 вот так 13 310 вот и так далее то есть как видите результаты отличаются от того что мы видели ранее по сути мы каждый раз наше число умножаем на 1,1 на одну и одну на одну и одну ну вы можете проверить да что по сути это умножение на вот это число начисляем процентов в принципе проценты так и работают тогда что такое геометрическая прогрессия она обозначается обычно буквой b соответственно bn для того чтобы получить получить бн зная предыдущий член надо взять этот bn минус 1 если раньше мы прибавляли что-то фиксированное то теперь мы будем умножать на что-то фиксированное на куб частности вот если дельта в предыдущем примере было она называлась разностью арифметической прогрессии то теперь вот это вот это будет называться знаменателем геометрической прогрессии возникает конечно резонный вопрос какой знаменатель когда мы умножаем ну то есть если бы я это называл я бы назвал это числителем на данном этапе но всему свое время мы увидим где она встречается в каком виде она встречается и как это можно применить давайте получим такое же характеристическое свойство для геометрической прогрессии основы рассмотрим bn минус 2 bn минус 1 bn выразим bn через предыдущий у нас пока есть только определение вообще очень легко и хорошо выразим bn минус 1 через предыдущий bn минус 1 тоже выразим через предыдущий bn минус 1 выражается через bn минус 2 умножить на q после подстановки сюда таким образом точно также получим bn минус 2 на q в квадрате в прошлый раз у нас было плюс 2 дельта сейчас умножить на q в квадрате который из некоторые параллели окей то будет дальше дальше мы посмотрим если прошлый раз мы складывали n и n минус 2 элементы давайте теперь перемножим просто хочу посмотреть такую конструкцию для бенного используем вот эту формулу bn минус 2 на q в квадрате и умножить на bn минус 2 припишем у квадрата кей собственно видно что вот это все в квадрате bn минус 2 на q возвести в квадрат а bn минус 2 на q это bn минус 1 как мы видим в соседнем столбце то есть то есть вот тут важно пожалуй сказать следующее в прошлый раз мы выражали мы использовали вот эту и вот эту штуку два крайних элемента чтобы выразить центральный между ними тогда мы делили на 2 сейчас нам надо произвести немного другую операцию извлечь корень когда мы извлекаем корень из bn минус 1 в квадрате вообще когда мы bn минус 1 возводим в квадрат мы теряем информацию о его знаке эта штука всегда больше нуля ведь давайте я это выпишу bn минус 1 в квадрате равно bn минус 2 вот эта штука всегда больше 0 больше либо ну равенство нулю нам не интересно потому что потому что тогда у нас все нулевые элементы это скучно поэтому она больше 0 но при этом нам ничто не запрещает иметь например отрицательная а если мы будем умножать на отрицательную то элементы у нас будут в нашей последовательности то положительные то отрицательные и соответственно соответственно их знак будет меняться вот эта формула нам не позволит это почувствовать потому что даже если bn минус 1 то возведем его в квадрат и потеряем эту информацию в общем что хочу сказать когда мы навесим сюда корень квадратный сейчас чтобы выразить bn минус 1 то мы получим не сам bn минус 1 мы получим его по модулю и вот по модулю он как раз равен bn на bn минус 2 вот отсюда вывод характеристическое свойство геометрической прогрессии я снова сдвину на 1 то есть n минус 1 заменю на n и здесь тоже везде прибавлю по единичке элемент по модулю по модулю равен корню из произведения следующего за ним bn плюс 1 на предыдущий на bn минус 1 такая формула эта формула среднего геометрического двух чисел если до этого была средняя арифметическая двух чисел то сейчас средний геометрическая прогрессия собственно и называется геометрической вот можно сделать небольшое лирическое наступление по поводу того а почему такая формула называется средним геометрическим арифметическая понятно арифметика сложили поделили а здесь что-то нечистое тоже вроде арифметические операции называется геометрическим но это идет из того что если мы возьмем прямоугольный треугольник прямоугольный треугольник как у меня обозначен допустим а бце опустим высоту h опустим высоту h из собственно вершины с прямым углом в этом случае в этом случае есть некоторые свойства этих треугольников ну как видите здесь будет много всего подобного маленькие треугольники подобные друг другу и подобны большому собственно они подобны по трем углам например они подобны большому один угол 90 у всех есть это уже факт например треугольника hc общий угол с большим а ну и значит и третий угол тоже совпадает в них соответственно аналогичное рассуждение проводится для второго маленького треугольника ну а так как они одновременно подобны одному большому значит и друг другу тоже подобны в общем тут все треугольники которые мы можем найти подобны что из этого следует в общем во первых ch вот эта высота это средняя геометрическая отрезков на которой она бьет гипотенузу а h на hb а h на hb но кроме того кроме того кроме того катеты катеты тоже являются среднем геометрическим их можно получить как среднегеометрическая этой самой высоты на проекцию то есть для отце проекция будет а h h а ну и bc соответственно тоже так выражается на hb вот доказать совершенно не сложно вот этого подобия уже достаточно которые я указывал в общем то вот из этих примерно форму и берет средне геометрическая потому что очень похоже да вот некая штука равна некая штука считается при помощи двух других ну да не сложить а умножить ну да не поделить на 2 под корнем но тоже назвали среднем и тоже назвали и назвали в свою очередь среднем геометрическим собственно вот характеристическое свойство посмотреть и у одной и у другой можно посмотреть на некоторые примеры которые могут быть с этим связаны мы уже знаем достаточно много про всякие эти последовательности чтобы что-нибудь решить и так не так и так и так задачка могут ли числа могут ли числа 24 x и 3 образовывать геометрическую прогрессию или альфметическую ну то есть нам и для этого и случая надо поисследовать найти соответствующие дельта и q то есть для какой дельты это могло бы быть альфметической прогрессии для какой q это могло быть геометрической прогрессии ну да сразу говорю что прогрессии могут быть бесконечные а могут быть может дан быть кусок вот данном случае нам даны просто три потенциально подряд идущих элементов ну окей давайте посмотрим что же у нас будет давайте посмотрим на вариант арифметическая арифметическая а в этом случае в этом случае а первое 24 а второе x а 3 3 ну во первых можно воспользоваться тем что x у нас посередине между ними а значит он равен полу сумме следующего и предыдущего x это а первое плюс а третьим на пополам это 27 вторых тренадцать половин вот хорошо x нашли x нашли какова будет дельта ну в частности можно использовать то что x это а второе это а первое плюс дельта а то есть тринадцать с половиной ну да собственно отсюда легко найти дельту а второй минус а первое 13 с половиной минус 27 минус 24 не туда посмотрел ну это будет десять с половиной со знаком минус собственно вот мы получили убывающую арифметическую прогрессию так для первого случая получен ответ давайте посмотрим на геометрическую версию может ли получится что-то с ней b124 b2 x b3 3 собственно опять x в квадрате равен b1 на b3 ну иногда так удобнее писать на самом деле перемножим 24 на 3 это 72 это не полный квадрат к сожалению поэтому давайте извлекать x по модулю это корень из семейности двух можно вынести четверку 2 на корень из 72 9 на 4 это примерно 18 девятка тоже выносится получается тройка снаружи 6 корней из двух вот такой будет x по модулю соответственно x делится у нас на два варианта плюс 6 корней из двух и минус 6 корней из двух вот в этой задачке уже есть ловушка то есть если если бы мы это пропустили если бы мы это пропустили то получили бы неполный ответ хорошо давайте рассмотрим первый случай собственно x это b1 умножить на q осталось найти q значит q это x делить на b1 то есть в данном случае 6 корней из двух на 24 это корень из двух на 4 вот на такое число умножается каждый новый элемент прогрессии а в данном случае q это x на b1 если у нас отрицательно то же самое но со знаком минус то есть две геометрические прогрессии нам подходят и одна арифметическая ну вот такая вот несложная задачка которая требует просто понимания прогрессии и не применить вот этот вот вот это вот характеристическое свойство которое стирать не надо хорошо давайте теперь посмотрим еще одну задачку требуется нам доказать что последовательность возрастает что последовательность возрастает а последовательность у нас задана следующим образом а n задана прямой формулой 6n квадрат минус n минус 4 собственно да эта задачка не на прогрессии арифметическую или геометрическую но опять же на просто прогрессии смотрите что можно делать в такой ситуации мы можем посмотреть можем посмотреть что происходит с прогрессией в принципе двумя способами возрастает она любует знаю а n посмотреть на следующий и найти их отношения больше единицы всегда возрастает меньше единицы убывает это в принципе для любой последовательности верно меньше единицы причем возможно еще такая ситуация это когда у нас последовательность знака переменная собственно мы это видели на примере геометрической прогрессии у которой знаменатель отрицательный вот там у элементов знаки меняются и там отношение это всегда будет отрицательным это тоже стоит учитывать поэтому по-хорошему я бы написал по модулю второй способ он основан на другом а n плюс 1 минус а n тоже берем два последовательных элемента и вычитаем из дальнего ближний то есть из более старшего вычитаем тот у которого номер меньше если больше 0 возрастает меньше 0 убывает вот в нашем случае в нашем случае здесь в основном сложение умножение здесь нет первый вариант удобен когда у нас идет какие-то что-нибудь раскладывается на множители удобно понимаем что удобно будет эти две формулы поделить друг на друга в нашем случае две формулы делить друг на друга неудобно вот прям очень прям совсем неудобно поэтому будем вычитать окей а n плюс первое минус а n в нашем случае равно подставим 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 n заметьте минус а n то есть знаки везде поменяются плюс n плюс 4 ну и осталось раскрыть скобки в первом случае 6n квадрат плюс 12 n плюс 6 минус n минус 1 минус 4 минус 6n квадрат плюс n плюс 4 наконец-то фу теперь надо все повычеркивать что сократилось 6n квадрат и минус 6n квадрат минус n плюс n минус 4 плюс 4 получаем 12n плюс 5 Как видите если n принимает натуральное значение или даже не отрицательное вот если оно начинается с нуля и далее а в принципе это так и работают то вот эта вещь больше нуля собственно при n больше либо равном нуле отсюда вывод но эта последовательность она возрастающая вот если бы мы получили что например при n равном одному тут отрицательно то мы бы не могли утверждать без дополнительных знаний а с какого n мы вообще отсчитываем то есть вдруг n минимальное 2 и для двойки уже все хорошо тогда да тогда мы бы тоже говорили о том что она например возрастает если у нас при каких то n допустимых это не наблюдается значит мы не можем говорить о возрастании или убывании последовательности окей давайте этот урок тут еще есть некоторые рассуждения которые я хотел бы вам показать но давайте их сделаем уже на следующем уроке вот а сейчас перерыв в дальнейшем мы посмотрим на всякие разные свойства этих последовательностей подоказываемых и в итоге будем смотреть на сумму но это в следующий раз а сейчас перерыв в следующий урок физика в следующий урок подказывает будем